Ребята, сегодня мы говорим о собаках. Человек приручил собаку много тысяч лет тому назад. Из хищного зверя она превратилась в верного друга и помощника. И сегодня собака живет рядом с человеком и во всем ему помогает. Ребята, скажите, пожалуйста, как собака помогает человеку? Собака помогает в охоте. Максим, с вами. Еще собаки помогают милиции найти преступников. Есть собаки-поводари, которые помогают слепым людям. Собаки помогают в аэропорту найти наркотики. И еще они спасают людей. Ищи. Служебные собаки – это особая категория животных. Все они проходят специальную подготовку. Без них невозможно представить работу ни одной спецслужбы в мире. Служебные собаки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный аэропорт. Каждый день его услугами пользуются около 40 тысяч человек. Садясь в самолет, все они хотят быть уверенными, что их жизнь в безопасности. Металлодетекторы, рентгенотелевизионные интроскопы, сканеры проверяют пассажиров и багаж на наличие запрещенных веществ, взрывчатки и оружия. Однако надежнее любой техники работают служебные собаки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо. Это у нас учебная закладка. Хорошо. Хорошо. То есть мы делаем каждое патрулирование, чтобы собака знала, что находить. Ежедневно перед началом патрулирования собаки выполняют учебный поиск. Находят спрятанную кинологами упаковку от взрывчатого вещества, гексогена. Только после этого начинается реальная проверка терминалов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты-кинологи патрулируют терминалы круглые сутки. Проверяют залы для пассажиров, багажное отделение и зону таможенного контроля. Чтобы собаки не уставали, их меняют каждый час. Я уверена в нашей безопасности. То есть я знаю, как работает здесь служба, как работают наши собаки. То есть я в этом уверена, мне не страшно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На службе в управлении авиационной безопасности состоят необычные собаки. Животные, патрулирующие аэропорт, гибрид лайки и шакала. Эта порода легко поддается обучению, очень выносливо и обладает обостренным обонянием. При работе не привлекает лишнего внимания. Собака очень маленькая, ее незаметно в толпе. То есть люди не обращают внимания, что кто-то идет, собака нюхает. Мы делаем свое дело, так незаметненько нюхаем чемоданы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служебные собаки – это ценные сотрудники, которых специально подбирают и готовят. Для того, чтобы работать ищейкой, собака должна быть здоровой, выносливой, управляемой, любопытной и неагрессивной. Владимир Гриценко – эксперт Российской кинологической федерации, доктор ветеринарных наук. Дрессировкой занимается почти 30 лет. В общей сложности он подготовил более 150 служебных собак. И в настоящее время консультирует кинологов ФСБ и МЧС. Имитатор тринитротолола тротила. Я делаю учебную закладку, воздуховод машины. Снаружи, как правило, для взрыва автомобилей взрывчатые вещества закладывают изрывные устройства снаружи автомобиля. В кинологическом центре идёт тренировка собак. Задача – безошибочно найти взрывчатое вещество. Одно из основных упражнений – условно заминированный автомобиль. Ищи. Спине Люники – два года. Она уже не раз работала на реальных объектах и дважды находила гранаты. Но её обязательно тренируют каждый день для того, чтобы поддерживать форму. К поиску взрывчатки собак готовят с 10 месяцев. Это идеальный возраст для начала учёбы. Кинологам важно знать родословную щенка. Служебные качества передаются по наследству. Перед тем, как начать подготовку к поисковой работе, с помощью тестов проверяют потенциальные возможности собаки. Выбирают только лучших. Для служебной собаки, значит, наверное, одним из таких ярких характеристик должно быть доминирование. То есть собака должна быть лидером. То есть тогда из неё получается очень хороший служебный поиск. В Кинологическом центре управления внутренних дел Восточного округа Москвы больше 60 собак. Ежедневно милиционеры вместе с четвероногими помощниками патрулируют город, выезжают на место преступления, охраняют общественный порядок на массовых мероприятиях и ищут взрывчатые вещества. У поисковых собак самая ответственная работа. На их подготовку кинологам требуется минимум полгода. При отборе обязательно учитывается темперамент собаки. В основном берём сангвиников, так скажем, службу, в которой работает Алиса по взрывчатке. То есть характер сангвиника нужен. То есть управляемый, читаемый. Для нашей службы то, что нам. Всего существует около 500 взрывчатых веществ. Натренировать собаку на поиск всех невозможно. Но практически в каждом взрывном устройстве есть тротил или гексоген. Наши собаки работают на имитаторы, производимые на производстве специального, которые заняты этим делом. Вот это образцы запаха. Там некий наполнитель, в который добавляется запах взрывчатки. Немецкой овчарке Каир чуть больше года. Собаку недавно начали готовить к поиску взрывчатых веществ. На начальном этапе подготовки собака ищет не взрывчатку, а игровой предмет. Каир работает со своим любимым мячиком. Техника обучения основана на том, чтобы вовлечь собаку в игру. Щенки, которые играют без азарта, никогда не станут ищейками. Крайне важная для рабочей собаки – это способность к преодолению, которая тоже проявляется в игре. Когда собака и человек борются за игровой предмет. Необходимо, чтобы она с трудом его отдавала, чтобы она ценила этот игровой предмет. Знаете, как у хорошего спортсмена – желание победить. Сидите. Собак учат работать в самых разных условиях. Это необходимо для того, чтобы научить животные не отвлекаться. Наркотики, оружие или взрывчатку часто приходится искать среди игрушек, мебели и бытовой техники. Поэтому для тренировок используют кабинеты, имитирующие обстановку комнат в обычной квартире. Сейчас собака обозначила место, где лежит мальчик. Прошу сидеть, молодец. Мы хвалим собаку. И сбрасываем мне мяч. Собаке обязательно нужно отдать игрушку. Пес должен четко понимать, что сделал все правильно и заслужил награду. Таким же способом поощряют и взрослых, уже подготовив их ищет. Ищет. С паниельника находит имитатор тротила меньше, чем за 10 секунд. И садится рядом с тем местом, где заложено условное взрывное устройство. На языке кинологов это называется обозначить. Принять сигнальную позу. Минно-розыскные собаки ни в коем случае не должны касаться обнаруженного предмета. И даже лаять. В реальной бомбе могут стоять датчики, реагирующие на громкие звуки. Лежит красивый журнал. Где-нибудь на столе в каком-нибудь кафе. Подходит человек, открывается. И здесь взрывное устройство. Ну, здесь имитация гексогена, который там находился. Вот. Он взрывается. Это не учебное пособие, а реальное взрывное устройство, которое собака службы управления внутренних дел обнаружила несколько лет назад. И спасла не одну человеческую жизнь. Образцы бомб и мин кинологи используют во время тренировок. Постепенно, шаг за шагом, они учат собаку искать взрывчатку, а не игрушку. Для этого разработан проверенный годами метод. В связи с тем, что запах наркотического или взрывчатого вещества как минимум безразличен для собаки, а чаще всего неприятен. Вот для того, чтобы сделать этот запах для собаки привлекательным, для того, чтобы она его искала, мы запах целевого вещества, в данном случае имитатора тротила, ассоциируем с запахом значимого, биологически значимого объекта для собаки. В данном случае игрового предмета, с которым она уже привыкла играть. Пытаясь отыскать игрушку, овчарка чувствует запах взрывчатки. Когда пёс достаточно натренирован, игровой предмет убирают, и животное ищет взрывчатку. Теперь два запаха означают для него только одно. Так пахнет любимая игрушка. При реальном поиске взрывного устройства собака будет думать, что ищет именно её. Точно такую же методику используют и при розыске наркотических веществ. Вместо учебной взрывчатки рядом с игровым предметом прячут имитатор наркотика. Других методов обучения у кинологов не существует. Собакам никогда не дают запрещенные препараты. Ни в одной стране мира никогда не готовили собак по методике подготовки собак-наркоманов. Их не скармливали, им не вкалывали наркотики. Никогда нельзя ни человека, ни собаку в наркотическом или каком-то другом опьянении чему-то научить. Невозможно. Процесс научения при этом прекращается. В одной руке у меня имитатор гашиша, в другой руке у меня имитатор героина. Каждая собака имеет свою специализацию. Если животное натренировано искать взрывчатку, оно никогда не будет разыскивать наркотики. Это связано с темпераментом. Для поиска наркотических веществ отбирают псов-холериков. Отыскав в учебном автомобиле имитатор запрещенного вещества, собака должна начать громко лаять, царапать машину и всячески привлекать внимание кинолога. Хорошая собака, да, где бы то ни было, если спрятать наркотическое вещество, она все равно найдет. Она может чуть дольше искать, но если она лежит, она найдет в любом месте. Почти все имитаторы наркотических веществ имеют резкий запах. На небольшом расстоянии даже человек сможет их распознать. Обонятельные способности собаки в несколько тысяч раз выше. Пес может ослепнуть, потерять слух, но все равно будет прекрасно ориентироваться благодаря своему уникальному нюху. Это удивительный инструмент, это удивительное создание, конечно, природы. У собак такое тонкое обоняние, что их же обучают и различать фальшивые и настоящие доллары, и вообще обучать поиску денег. Все, что пахнет, все может быть найдено при помощи собак. В мае 1995 года землетрясение силой в 7,5 баллов полностью разрушило поселок Нефтегорск на острове Сахалин. Впервые наравне со спасателями там работали собаки. Они помогали искать пострадавших под завалами. Четвероногие помощники спасли 30 человек. Сегодня без них не обходится ни одна крупная спасательная операция. Перец! 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 Кинологические службы есть в каждом региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. В отряде центра спас 22 собаки. Больше всего лабрадоров, бельгийских и немецких овчарок. Но есть и экзотические для такой службы породы. Охотничий бигль и пастушья бордер-колли. Они тоже ищут людей. Все собаки спокойные. Все собаки очень дружелюбные, так как они привыкли работать с людьми. И, видимо, мне повезло намного больше, чем тем людям, которые работают в клинике. Потому что я очень редко сталкиваюсь с агрессией своих собак. Здоровье собаки – важная составляющая успешной работы поисково-спасательного отряда. Ветеринар каждое утро осматривает весь питомник. Измеряет температуру. Проверяет, в каком состоянии шерсти кожные покровы животных. Следит за их весом. Собаки не должны быть слишком тяжелыми. Во время работы на завалах спасателям часто приходится переносить их на руках. Для того, чтобы четвероногие помощники не порезались или не провалились на особо опасных участках. Они получают антиоксиданты, чтобы им легче переносить переезд из одного места в другое, так как для животных это также сложно. Перепады давления и температуры – это большое напряжение для животного. Весной и осенью животное обязательно, весь питомник получает витаминные добавки. И по показаниям, если необходимо, то животным выписываются добавки для сустава. Дуся! Дуся! У всех собак в отряде две клички. Первая – официальная. Та, что записана в паспорте животного. Вторая – рабочая. Максимально простая, короткая и содержащая звонкие согласные. Так собака быстрее услышит кинолога. Вот, например, Юнир Зефир. Ну, тоже никто не говорит Юнир Зефир ко мне. Его зовут Рэм. Вот так, рабочая, удобная кличка. Там вот сидит Рикардо Сан-Мирова. Вот. Ну, кто же будет говорить Рикардо Сан-Мирову, ищи. Никто так не говорит. Ну, рабочий, домашний, ими перец. Вот. Ну, в смысле, такой крутой перец. Перцу 9 лет. Для служебной собаки это уже пенсионный возраст. Но он по-прежнему в строю и считается одним из лучших в МЧС. На его счету десятки спасенных жизней и найденных людей. Перед тем, как взять собаку в отряд, ее тестируют. Проверяют, насколько у нее уравновешенная психика. Пес должен не бояться выстрелов, машин, самолетов и вертолетов. Не обращать внимания на большие толпы людей и легко вступать в игру с незнакомым человеком. Животное с такими задатками сначала проходит общий курс дрессировки. Это начальная школа для собак. Система воспитания. Пес учится выполнять команды дрессировщиков. Преодолевать различные снаряды. Искать и приносить инструктору спрятанные предметы. После окончания первого этапа начинается индивидуальная подготовка под конкретной задачей. Сидеть. Стоять. Камни. Михаил Кобзев пришел на работу в МЧС год назад. До этого 15 лет занимался дрессировкой собак. Аборь! Один из элементов, который входит в проверку пустушания и ловкости, это преодолевание собаки подвижного бума. Чтобы можно было убедиться, что собака спокойно может преодолевать различные качающиеся поверхности, которые могут встретиться при работе на техногенном завале. Рядом. Метису, лабрадора и американского бульдога Кокосу нужно не просто пройти по доске. Он должен остановиться, зафиксироваться по команде кинолога. И только потом двинуться дальше. Собаку учат не бояться подобных препятствий и искать пострадавших людей, несмотря ни на что. Учить собаку пользоваться носом – это бессмысленно. Ее научила природа это делать. Но что именно искать? Вот наша задача – объяснить собаке, что искать, например, людей. Это ее задача, что это самое нужное. Каждая собака обязана раз в год сдавать экзамен по нормативам, утвержденным МЧС. За 20 минут на площади 800 квадратных метров ей необходимо найти трех пострадавших. Их роль играют судьи или кинологи других центров, абсолютно неизвестные собакам люди. Условия аттестации максимально приближены к настоящему завалу. Собака должна быть готова к любой ситуации. Ее постоянно тренируют в кинологическом центре и раз в неделю организовывают выездные учения. Заброшенные пионерские лаги – место очередной тренировки. Кинологи часто меняют площадки для того, чтобы собаки работали на незнакомой территории. Мы сейчас будем прятать условно пострадавших, но потом, естественно, с собаками их искать. Кто-то знает, кто-то не знает, но собаки не знают точно, где кто лежит. Спасатели максимально усложняют задачу. Делая закладку, оставляют как можно меньше отверстий для выхода запаха. Собаки должны точно определить его источник. Ошибка даже на метр во время реального поиска может стоить пострадавшему жизни. Сейчас я одеваю собаку, одеваю специальную шлейку для того, чтобы было понятно, что это собака спасательная, чтобы если там человек какой-то увидит в завале собачку, которая к нему пришла, чтобы он не боялся, а понимал, что это не какое-то бородячее животное пришло его съесть, а специально обученная собака. Звон колокольчика – это еще один знак для животного, что пора начинать работу. Кинолог надевает его на собаку только перед поиском. По звуку он сможет легко определить, где находится пес. От закладки со статистом, пострадавшим, до этого места 100 метров. Собака чувствует запах человека на расстоянии до 300 метров. Поэтому спасатели уходят еще дальше. Работаем, работаем. Еще. Тренер точно знает, где спрятаны люди. Он специально направляет собаку туда, где никого нет. Задача кинолога – работать так, чтобы не подсказать место закладки. Иначе в тренировке нет смысла. Подсказкой может быть даже движение бровей хозяина. Собаки настолько чувствительны и внимательны, что замечают изменение давления, частоты дыхания и запаха кинолога. Сейчас отрабатываем элементы, что собака работает самостоятельно, не ориентируется на меня. Здесь пока готовили, все, скопился запах, он так стоит, такими очагами. Поэтому собака бегает, натыкается на эти клубы запаха и пытается определить из них, или именно горячий запах, который именно идет из источника. Через несколько минут самостоятельного поиска перец громко лает. Зовет хозяина. Нашел. Тренировка продолжается до тех пор, пока все собаки не обнаружат спрятавшихся людей. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем у животных было желание работать. Незаконченный поиск для собаки – серьезный психологический стресс. Если на ЧАЭС собака не находит, просто берется человек, который закладывается, и собака подкрепляется таким образом. Собака каждый раз должна быть подкреплена. По-другому, как бы, у нее тоже все желание работать сойдет на нет. То есть это целенаправленно, да, на самом деле это часто такое бывает. Не всегда в той зоне, где ты работаешь, как бы, есть пострадания. Спасатели всегда заботятся о том, чтобы собаке нравилось работать. Искренне переживают, если она заболела или получила травму. Для кинологов собака в первую очередь – друг. И только потом – коллега по работе. Настроение собаки, атмосферное состояние окружающей среды влияет на остроту обоняния. Но они точно так же, как и мы, испытывают стрессы. Они точно так же грустят, тоскуют. Каждый владелец собаки подтвердит это. И поэтому мы должны заботиться о ее хорошем настроении, когда идем на волну. Сегодня в мире существует около 500 различных пород. Лабрадоры и ретриверы – самые доброжелательные по отношению к людям. Только эти собаки становятся поводырями. Кута, иди ко мне. Ко мне. Елена не видит с 13 лет. Без посторонней помощи она передвигается только по собственной квартире. С собакой-поводырем окружающий мир для нее становится доступнее. Елена может добраться до работы и сходить в магазин. Перед каждой прогулкой девушка надевает на своего лабрадора специальную шлейку. Для собаки шлейка – сигнал, что началась работа, а не просто прогулка. И теперь она в ответе за жизнь человека. Когда она просто гуляет, она может поиграть с собаками, побегать за кошками. Но если собака работает, она не отвлекается ни на что, потому что ее главная задача – вести, помогать. Поводырь должен предупреждать хозяина о любой потенциальной опасности. Остановиться перед бордюром, обойти канализационные люки, уверенно двигаться в толпе людей. Не отвлекаясь и абсолютно не реагируя на раздражителей. Метро – самое серьезное испытание для незрячего человека. Турникеты, эскалаторы, толпа людей. Легко оступиться и упасть. Собака-поводырь оберегает своего хозяина от любых неожиданностей. Осторожно, дверь не закрывается. Собака уверенно передвигается по вагону. Она останавливается только перед препятствиями, либо когда хозяйка подаст сигнал. В вагоне Елена отпускает шлейф. Она точно знает, поводырь не сдвинется с места. Собака появилась у Елены полгода назад и позволила ей стать самостоятельной. Благодаря своему четвероногому другу девушка гораздо чаще выходит на улицу. Теперь ее жизнь не ограничивается пределами квартиры. С ней стало просто менее опасно, то есть чувствуешь себя более безопасно в этом мире. Потому что ты точно знаешь, что ты там никуда не свалишься. И точно знаешь, что не попадешь вот сейчас вот под машину, потому что она остановится перед машиной. Получается, что мир поменялся, потому что мир стал добрее. Ученые давно пытаются изобрести систему, которая будет чувствительнее собачьего носа. Иван Комаров – аспирант Московского института электронной техники. Один из разработчиков наносенсора. Это устройство называют электронным носом. Его матрица состоит из углеродных нанотрубок. Сенсор настроен на идентификацию определенного вещества. В качестве опытного образца ученые используют этанол, пары которого, попадая на нанотрубки, меняют их массу и электрический заряд. Прибор обозначает изменения специальным сигналом. Собака, она все-таки помимо запаха взрывчатки, когда нюхает, она чувствует еще там сотни запахов. Сенсор с помощью определенной компьютерной программы в будущем можно будет настроить на определенный запах, который он будет постоянно улавливать. Плюс можно будет определить количество вещества в воздухе. То есть там пускай это будут единицы молекул взрывчатки, либо наркотиков на миллионы, миллиарды молекул воздуха, но тем не менее можно будет их уловить. Своё изобретение российские ученые планируют запатентовать в следующем году. Электронные датчики заменят служебных собак. Наносенсоры будут работать в метро, на вокзалах, в аэропортах. В отличие от ученых, кинологи не верят, что электронные устройства смогут заменить собачий нос. Какими бы универсальными химическими анализаторами ни оказались наносенсоры, у этих приборов никогда не будет одного. Самого главного для служебного пса качества. Они не станут верным и преданным другом человека, которым собака является уже много тысяч человек. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Ребята, сегодня у нас в гостях спасатель-кинолог Михаил Кобзин. Он пришел к нам вместе со своим другом. Эта собака подготовлена на поиск людей в различных условиях. когда как бы можно решить, может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова